И всем привет ребят, с Мистер Банки еще записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня я нахожусь на нашем бездонат аккаунте и будем реализовывать сегодня ту самую комбинацию, которую я уже давным-давно не использовал в рамках матчмейкинга, потихонечку пора уже врываться в наши киберспортивные сражения, а для того, чтобы врываться в них, мне нужно возвращаться на мое вооружение, на котором я играл в последнее время на протяжении длительного периода времени, это тот самый заветный арес огром, именно это сочетание мы выкатим сегодня с вакуумными снарядами, посмотрим как показывает себя это вооружение в рамках матчмейкинга, ну и я до сих пор считаю, что вакуумные снаряды на гром это лучшее устройство, которое есть у нас, так ли это на самом деле, проверим в рамках матчмейкинга, ну и постараемся реализовать на максимум эту комбинацию, ведь я считаю, что и пушку, и корпус, что ареса, что грома можно тушить прям максимально жестко, ну а если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунтике установить ему личный такт, тактимп, дальше оформлять покупку в магазине, ну и заполнять форму, которая есть в описании, ну а мы вместе с вами сегодня сыграем дефолтный тдмчик, да, именно в тдмке, в моем понимании реализации ареса грома является максимально успешной, да, и что от стенок, что просто по противнику вакуумные снаряды на гром могут наносить колоссально большое количество урона, по сути можно играть и в тех же режимах по типу осады, да и вообще в любом режиме можно реализовать эту комбинацию, но, 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 именно в тдмке, за счет пропушинга респов, за счет позиционки, за счет контроля овердрайва, за счет того, что противник кучкуется, можно максимально выложиться на большое количество очков на этом вооружении, ну и проверим, так ли это на самом деле, раньше я безумно сильно любил именно в тдмке поиграть на ареса громе, и вообще, если честно, я бы не отказался, если бы у нас появились трофеи на это вооружение, ведь вы знаете, что у нас трофейное устройство, как правило, не будет выделяться чем-то супер жестким, а вот именно ареса грома, как вооружение, на котором я потенциально буду много играть, да, и тренироваться, все-таки на сегодняшний момент времени я считаю, что я абсолютно не нахожусь в форме, и мне уже, если и планировать играть турниры, то надо потихонечку-потихонечку наверстывать упущенное и играть на постоянной основе в матчмейкинге на как раз-таки этом вооружении, так вот, я считаю, что если бы у нас появились бы трофеи на ареса грома, это было бы вот как раз-таки то вооружение, на котором, ну потенциально я бы мог бы довольно неплохо набивать эти самые очки, да, Понятное дело, что страйкер мне тоже безумно сильно нравится, но после увиденного устройства на него у меня как-то резко желание упало прям тушить и бить очки на этом, на это устройство и на этой пушке, поэтому вот ареса грома, как вооружение, которое я буду на постоянной основе реализовывать, можно было бы увидеть и в рамках трофеев. Так, меня закидывает на жаворонки, довольно неплохая карта для реализации нашего ареса грома, стенок здесь достаточно, чтобы от них накидывать, ну и ареса оверку здесь тоже можно очень неплохо реализовать, Поэтому мы можем потихонечку подпушивать, респаун противничка, ну и кидать урон не только от стенок, можно здесь, но можно и дополнительно кидать спокойно урон и прямиком противника, Потому что количество критических уронов у нас тоже довольно-таки большое на громе, соответственно реализация у нас и даже в рамках прямого попадания будет очень и очень хорошим. Так, ну и что-то изида мне, что тут подблочивает, мешает, что там подблочивает, так, попробуем сейчас вот здесь по двоим бойцам чуть-чуть покидать, Отличный сплэшинг, урон у нас срабатывает, ой-ой-ой, это было, если честно, немножко опасненько на слитие, Ну и вот это устройство максимально противное, которое сейчас использует противник, изида меня пытается здесь держать, Аптечки у меня нету, надо дешку переключаемся, но меня, к сожалению, респа все равно здесь сливает. 7 килов с первого респа, ну грубо говоря с первого, потому что там до этого я довольно быстро умер, Это довольно неплохой результат, поэтому будем пробовать сейчас накидывать урончик и по бойцам, которые пытаются выпушить нашу базу. Ну а дальше можно, по идее, раскручиваться через мост, плюс у меня есть овердрайв, можно было бы вообще поймать здесь как-нибудь противничка на прожатии и реализовать котлетку. А, гром у нас с заморозкой противник использует, понял? Понял, гром с заморозкой, хороший выбор, надеюсь, минусы здесь не падают. Так, ну и по Хантеру тоже накидать было бы неплохо. Резисты появляются у нас от грома, когда я заходил в эту катку, резов особо я здесь не видел. Так, ну и Теслочка, наверное, все-таки нуждается в прожатии ОУД-шки, чтобы я набрил ее. И чтобы отхилил себе дополнительно ХП, рельсы заморозки нету, что является очень и очень... Опа, нефи, вася там Шарелла еще по-жесткому вдаль сыграла, сработала так. Ну и... Бойца, к сожалению, я здесь не сливаю, гром уже падает на низ. Пытаемся накинуть урон от стенки, но и здесь все равно мы улетаем на респау. 9 киллов у меня, начинаем мы, кстати, лететь по счету. Как-то изначально ситуация у нас была довольно-таки-довольно-таки неплохая. А вот здесь сейчас уже как-то все максимально-максимально грустненько по реализации. Как-то начинают меня поддушивать противники и, соответственно, как-то не есть хорошо. Так, еще урончик залетает. 10 на 4 мы уже идем. Было бы неплохо, конечно, бы делать какую-нибудь на килов 30-40, но как-то... Как-то, как-то, как-то не идет. Как-то не идет, как-то нас пушит так агрессивно. И как оказалось, он против резистов уже и реализовать-то нашу комбинацию тяжелее стало. Раньше как-то вакуумные снаряды были попроще в реализации. Сейчас вот такой вот молот с резистом с оглушением может доставлять прям очень большое количество неприятностей. И, соответственно, ваша реализация уже вооружения становится значительно-значительно хуже. Так, по викингу здесь тоже тыку даем, но меня молот очень быстро разбирает. Было бы неплохо... Хотел сказать поменять резист, но у меня же 25-ка. Поэтому менять резист мы здесь не будем. Но как будто бы 25-ка вообще меня здесь не держит. И в моменте противник уже начинает просто форшматить наши респы. И это, конечно, очень грустненько. Но вот от стеночки 4000 все равно вкусные залетают. Как-то так странно. Начало катки было целиком и полностью за нашей командой. И потом вот так вот бац-бац. И мы уже прям по-плотному начинаем сливать. И противник контролирует полностью карту. Поджимает наши респы. И уже ситуация становится намного-намного хуже. Но, как вы видите, все так же от даже трупов, от тиммейтов, можно давать хороший урон с плэшом. И весь этот урон будет эффективно работать как раз-таки для реализации вашей пушки. 44 на 70 мы здесь уже начинаем улетать. Задача выйти хотя бы на 30. О! Голд падает. Идеально. Идеально падает золотой на наш тиммейт. Здесь его забирает. По двум противникам плэшом, к сожалению, мы здесь не наносим урон. А вот по одному все равно здесь залетает. Оунишка начинает падать. Еще одна. Забираем одного противника. Хотел я двух здесь забрать, но не получается у меня двоих забрать. Викинг еще и откатывается. Офигеть, чел еще настолько сильно читает реализацию. Он даже успевает откатиться. 16 на 8. Счет, конечно, не сказать, что прям топовый. Но относительно этого боя, наверное, неплохо. Если учитывать тот факт, что противник довольно сильно душит нас. Реализация вооружения. Не является, конечно, супер жестким, но и неплохим. Да, то есть я бы все равно склонялся бы к тому, что вакуумка на гром все равно актуальна на сегодняшний день. И альтернативной замены, в моем понимании, этому устройству нет. Хотя до сих пор споры на постоянной основе присутствуют. Да, какое устройство на гром лучше. Дальность, ой, дальность говорю. Адаптивная перезарядка или вакуумные снаряды, да. Кто-то говорит, что вакуумные снаряды жестче. И я в том числе говорю именно так. А кто-то говорит, что адаптивную перезарядку можно намного-намного серьезней реализовать. И она себя показывает в рамках матчмейкинга очень и очень сильно. Да. Я не спорю, да. Ее можно реализовать, адаптивную перезарядку. Но все равно на дистанции, в моем понимании, вакуумные снаряды будут все равно поинтереснее смотреться. И против резистов можно наносить больше урона. И за счет вот именно отработки от стенок и дополнительного сплэша реализация вакуумного снаряда выглядит поинтереснее. Но это мое субъективное мнение. У вас, как говорится, на этот счет может быть свое мнение. И вы можете считать, что, например, далеко я не прав. Так, пробуем реализовать оудишку. Сливаем одного. Пытаемся набрить еще хантера. Неплохо. Двоих здесь цепляем. Хотя я был в такой полупозиции. И не сказать, что это могло бы быть неплохое реализованное оуди аресом. Но по итогу на 2 кила мы все равно выруливаем, при том, что я довольно быстро реализовал эту оверку. Я считаю, что это неплохой результат, чем кататься, например, с этой оверкой еще там минуту-две. Да, и при этом все равно реализовать ее так же самое там на условно два танчика. Да, хотя в принципе, ну, наверное, два танка в реализации. Даже арес оверки это хороший результат. Пытается, по мне, здесь страйкер сводиться. И по итогу он сам себя сливает. На, кстати, не такое большое количество киллов у нас уже отрыв. Начинаем потихоньку камбэкать эту катку. Так, здесь у теслочки неплохая наноска урона пошла. И от шарика пытаются он здесь отыграть. Ну, и мы его еще и успеваем забрать. 28 на 11, кстати, счет. Я выруливаю ситуацию. Наши тиммейты, кстати, начинают тоже накидывать неплохое количество урона. Может быть, даже есть шанс на камбэк в этой катке. Может быть, мы еще и камбэчним. Так, оудишка падает. Нам бы законтролить этот оуди. Нам бы законтролить этот оуди. Шикарно. Контролим овердрайв. От стены добавляем урончик по двоим. Шикарно. Хантер прожимается. Ему тоже накидочку дополнительную даем. Сбиваем аптечку. Добавляем 800 в голову. 500 в голову. Так, много, конечно, расходки у нас в этот момент уходит. За счет пережимания припасов. Но сил мы дополнительный даем. 30-ка у нас уже есть. Так, ну и было бы неплохо, наверное, постараться сдать какой-нибудь шарик на хотя бы там словно 2-3 танка. Если учитывать тот факт, что мы сейчас еще и летим здесь по счету, то это была бы очень неплохая реализация. Вот такую шареллу я придумываю. Сливаем одного. Цепляем второго, но не сливаем из-за нулевого урона. Харечек убегает на низ. Пытаемся здесь по викингу еще добавить. Но меня здесь сливают. 33 килла 2 минуты до конца. 3 килла отрыва! Ой-ой-ой-ой-ой! Ничего себе! Мы им пятнашку киллов где-то камбэкнули. Это очень неплохой результат. Очень неплохой результат. Так. 4 килла отрывчика. Оуди на центре, по идее, должен сейчас выпадать. Опять гром с заморозкой падает мне в голову. И раздается здесь викинг на мосту. Наши тиммейты пытаются здесь подсейвиться, чтобы не получить урон. И правильно делают. Чтобы под овердрайв не открыться жестко, по-плотному. Так. Шарелла залетает. И, кстати, эта Шарелла, может быть, сейчас мне подсейвит овердрайв... Нет, не сейвит мне овердрайв. Сливает меня здесь рельса. И, к сожалению, 7 киллов отрыва у нас за полторы минуты до конца. Овердрайв до сих пор не забрал противник. Падаем. Забираем. Вжимаемся вот так. Вжимаемся вот так. Просто под хп. И от моста зацепку даем по противнику. Кстати, тиммейт добивает сразу этого оппонента. 3 килла отрыва. Хорошо. Идем. Пробуем накинуть дальше. Раздаются здесь по мне два оппонента. Мегаголд будет, кстати, падать сейчас у нас на карте. Я даже вижу точку выпадения мегаголда. Попробую попутно еще сыграть под мегаголдик. И минки срабатывают или нет? Пробуем лететь. Пробуем лететь под мегаголд. Успею ли я забрать мегаголд? Нет. Кстати, я... Ну, показалось мне, как будто должен его брать. Сливаюсь сам об стенку. 3-4 килла отрыва. 30 секунд до конца. Сможем ли камбэкнуть мы это дело? 2 килла отрыва. Есть шанс, если честно. У нас на Врывалову викинг открывает... Ой, рельса открывается под нас. Пробуем здесь накидать. Отлично. Плюс килл. 2 килла отрыва. Пытаемся упасть вниз, чтобы страйкеру не отдать дополнительный килл. Прожимаем аптечку. 1 килл отрыва. Рельсе сбиваем. Пытаемся сейвиться. Жить, 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 жить. И все равно, к сожалению, на 2 килла мы проигрываем эту катку. Но я бы сказал, что каточка залетела очень и очень хорошая. 35 киллов. 820 очков. В рамках даже такого неоднозначного боя, когда противник изначально нас прям очень плотно нагибал. Но потом вот зашли ребята, которые начали прям тащить нашу катку. И практически мы ее камбэкнули. Очень неплохо получилось. Пишите, что вы думаете по поводу грома с вакуумными снарядами. Считаете ли вы, как я, что это лучшее устройство на грома. Либо же есть другие интересные устройства. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще другим подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok